На 30-й сессии районного совета депутаты рассмотрели три вопроса, обозначенные в повестке дня. Внесены изменения и дополнения в бюджет. В связи с увеличением безвозмездных поступлений из краевого бюджета, доходную часть бюджета района на текущий год увеличили на 17 миллионов 100 тысяч рублей. Средства предназначены для повышения заработной платы отдельных категорий работников в связи с указом президента России, а также на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам. Расходную часть бюджета района также предлагается увеличить на 17,1 миллиона рублей. Это на сумму дополнительных поступлений, дополнительных безвозмездных поступлений из краевого бюджета, из которых 16,4 миллиона рублей – это целевые средства, как я озвучила, это заработная плата и классное руководство, и свободные средства к перераспределению на целых 0,7 миллиона рублей, которые предлагается направить на увеличение бюджетных назначений следующим образом. На 0,4 миллиона рублей предлагается увеличить бюджетное сигнование на подготовку общеобразовательных учреждений к отопительному сезону. На 0,3 миллиона рублей предлагается направить на увеличение бюджетных назначений И мероприятие по реализации указа президента 647 об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации по доставке мобилизованных к пунктам военных частей. Дополнено решение о публичных слушаниях, проводимых в районе. Отныне граждане с помощью госуслуг смогут заранее узнать о дате и времени проведения слушаний, знакомиться с материалами, вынесенными на обсуждение. Портал будет публиковать принятые решения. При использовании этого единого портала государственных муниципальных услуг результаты публичных слушаний публикуются в разделе платформы обратной связи этого портала в соответствии сроки, установленные статьей 12 настоящего положения. В программу приватизации 2023 года включены два объекта, расположенные в станице Успенской и в поселке Селекционном. Средства от продажи имущества поступят в бюджет района для решения социально значимых планов. Целью программы приватизации является повышение эффективности использования муниципального имущества. Приватизация имущества будет направлена на решение следующих задач. Это создание условий для развития рынка недвижимости, пополнение доходной части бюджета муниципального образования Белогринский район. Все денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, пойдут в полном объеме в бюджет муниципального образования Белогринский район. По всем вопросам депутатами были приняты положительные решения.